здравствуйте мои дорогие друзья гости моего канала и постоянные зрители сегодня я хочу выпустить два ролика посвященным своим находкам поверьте у меня были очень плодотворные недели и многие вещи которые я давно искала я наконец-то нашла и хочу на открыть свой показ вот такой вот брошью это чехословакия эта брошь входит в каталог повседневные украшения царской и царской ой простите до революционной и советского времени с 1890 по 1990 то есть практически 100 лет это просто моя находка от которой у меня от которой у меня душа воспарила по-другому нельзя сказать она досталась мне в идеальном состоянии тем более здесь моя любимая камея я просто обожаю камеи это камея вырезана из костей и находится на тоненькой пластиночки сейчас так поверну коралла на коралловой пластинке видите вот неоднородный как как раз рисунок вот здесь красный вот здесь белая вот сама сделана из латуни как вы видите все 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 кристаллы на месте даже такие вот интересные сделана видимо из латуни год ее я еще раз говорю от 1800 900 90 по 1990 но 90 я не думаю что это было все-таки эта вещь уже мне кажется раритетная антикварная вы посмотрите на ее тыльную сторону просто прекрасно сохраненная и господи ты она прекрасно просто с любой стороны что задника что спереди это действительно моя находка это то что я очень сильно хотела и очень люблю такая вот прекрасная брошь еще раз говорю производства чехословакии и этой броши очень много лет и она действительно прекрасна еще одну брошь чехословацкую смотрите какая типичная чехословацкая брошь богатая наборная с гранатовым стеклом вот это вот и вот это это не это не бусины это я имею ввиду не какой-то стеклярусы или бисер это гранатовое стекло но за временем немножко по потускнели вернее даже не потускнели а пожелтели жемчужинки такое бывает не настоящим жемчугом но в целом брошь выглядит идеально посмотрите на ее тыльную сторону замочек вот вы сейчас увидите он выступает из своего замочечка маленького тем самым это брошь старая как минимум но это пятидесятые года шестидесятые как минимум она красивая она торжественная это брошь сразу эта брошь привлекает внимание вот эти брошь поистине вот их не спутаешь что это действительно чехословакия они действительно торжественные они царские броши привлекающие к себе внимание вот это вот брошь и и фактически не носили она все это время пролежала в шкатулке но вы видите тоже по идеальной задней стороне что действительно она просто лежала и ничего с ней не происходило и вот и я ее нашла на нашей блоши нам рынке эту я нашла на сайтах перепродаж и прочее ну различные виды юлая где есть раздел коллекционирование хобби в продавцы я была полностью уверена также как вот в этой броши они меня еще не подводили прекрасные две вещи прекрасные броши еще одно эксклюзивное просто эксклюзивную вещь я нашла в комиссионном магазине скажу честно это был мой первый поход в комиссионку и он завершился очень очень удачно то что вы сейчас видите сейчас я простите поправлю серьги здесь немножко своенравные чтобы вам был весь комплект виден это серьги и в чем их особенность в том что они это фарфор при том ручная работа вот сережки и раскрашены они вручную то есть 2 такое 2 вещи фактически даже если она есть она будет в чем-то отличаться нежнейшая вещь к сожалению камера не до конца передает все эти переливы глубь нежнейшего голубого цвета и вот эта вот сторона она выпукла рисунок выпуклый сейчас фокус наведется фокус она нежнейшая вещь особенно весной летом это прекрасный просто вещь который в которой вы бы останетесь низами не незаметный в любой компании в на любой вечеринке да или просто пройти по улице вот сегодня нас фокус что-то как-то хромает вот посмотрите это прекрасная вещь это серьги но я была крайне крайне обрадована что есть еще и вот такой прекрасный кулон своя родная цепочка цепочка обычная но вы посмотрите какой замок то есть это замок не новые вещь тоже не носилась так вот он делается и зажимается даже в родной коробочке вот коробочка правда коробочку разломилась видимо за временем и это вот принесли в комиссионку они мне эти вещи достались очень недорого ну как-то не серебро поэтому у нас люди вот сейчас примерно цвет схватился такой какой нужен но поверьте он еще нижней здесь различные различные переливы это все золотое оттенено золотой краской не сережки не цепочка не серебряная это другой сплав вот и но это нежнейшая красивейшая вещь которую я когда-либо видела вот посмотрите так вот фокус не шали посмотрите какой набор особенно если на вас белое платье лето и вот такой набор это по моему просто шикарное приобретение и шикарная вещь я очень довольна своим походом в комиссионку первый первый раз и видите сразу какая эксклюзивная вещь это я забыла сказать производство кисловодск кисловодская бижутерия именно там делают вот такие вот фарфоровые вещи не знаю как сейчас но раньше делали это года примерно 60 то есть это вещи не новые просто они очень хорошо сохранились потому что лежали и ими не пользовались в том же комиссионном магазине рядом с этим набором лежал вот такой вот вот такой вот прекрасный кулон это не серебряный кулон и он мне достался за такие копейки которые просто стыдно озвучивать но здесь есть потери белые камешки видите но вы посмотрите на эту красоту голова я не знаю это либо пантера либо тигр но это шикарная вещь и помимо того и здесь есть клеймо то есть вы понимаете на абы что клеймо автора не поставится я сейчас попытаюсь вам навести чтобы вы это клеймо увидели сейчас фокус немножко поиграет вот видите и я вас очень прошу если кто-то знает что это за клеймо потому что я честно говоря в поисках своих ничего не нашла или что это за фирма которая сделала такой кулон потому что я понимаю что это достаточно известное такое вот исполнение я его где-то видела но никак не могу вспомнить в поиске в интернете тоже ничего не дали поэтому пожалуйста если вам не трудно напишите мне в комментариях что это за кулон кто производитель что обозначает клеймо тигр это или пантера какой знак вообще здесь я понимаю что это какой-то бренд изображенный в кулоне и что это достаточно редкая вещь потому что ну не очень у нас любят такие вот вещи делать они как-то считаются простенькими но я не считаю простенькой потому что посмотрите какая замечательная работа как играют в кулон и есть тем более и даже на не серебряные вещи вещи очень дешевые клеймо а это всегда знак того что абы какую вещь клеймить не будут дальше свой рассказ я продолжу вот про эту брошь это вообще находка из находок на моем любимом плашином рынке мало того что это серебря это простите брошь советская в нее есть клеймо вот видите позолоченная я думала что я купил как так называемый брошь леденец ничего в ней особенного нет пока не помыла ее и не поняла что камешек сильно как-то играет и на стекло как-то не сильно похоже и путем экспериментальным я поднесла вот этот вот конечек камешка к своему стеклу на балконе и провела линию вы не поверите раздался скрежет и осталась линия когда режут стекло передо мной аметист вот эта брошь которая мне осталась за копейки это аметист клеймо я сейчас его к сожалению не разгляжу но попробуем нет к сожалению нет указывает на то что эту брошь еще и ко всему прочему имеет хорошую позолоту то есть вот такая вот брошь к советская с настоящим аметистом замочек у нее достаточно простой то есть выдает вещь старую иголочка длинная видите выходит из своего домика поэтому радости моей не было предела но помимо того мне досталась вот такая мелота эта мелота вообще стоила мне копейки вот такой вот паучок это сплав янтарный с эпоксидной смолой то есть когда аж делали какие-то вещи подплавляли янтарь остается что-то типа вот такой вот янтарной водички его смешали с эпоксидной смолой и заморозили и придали ту форму которую мы сейчас видим вот такой милейший паучок то есть это и не янтарь до конца и не пластик потому что когда я его проверяла чуть-чуть запах хвои отдает вот мы знаем что если накалить иголочку и немножко ткнуть то если запах пластика то это поддельный янтарь если это запах хвои то это янтарь на самом деле ну вот поэтому когда выплавка была вот видите эпоксидная смола немножко выплавилась сейчас опять фокус решил поиграть с нами вот да и иголочка длинная очень поэтому я делаю в интернете я порылась я встретила такие брошки а их классифицируют как янтарные это шестидесятые года но милейший просто милейший паучок который мне очень понравился еще хочу вам показать вот такую шкатулку это подарок моей мамы на один из новых годов когда символ года был путь простите паучок никак не отойду петушок но тут главное содержимое вот вместе с этой брошью мне пришлось так сказать в довесок взять запонки сначала мужские тоже винтажные тоже шестидесятых годов вот посмотрите вот это оргстекло сначала я как-то но они мне застали достались за вообще вот сущие копейки вот такие вот запонки они не серебряные вот такие и я поначалу как-то страдала по этому поводу а потом вспомнила что 23 февраля все мои мужчины носят рубашки у всех запонки и я подумала замечательный подарок винтажные запонки чем не подарок поэтому муж, папа и свекор получат по прекрасному презенту мужскому выдержанному времени я сейчас пока решаю правду какому папе какому какие запонки вот мужу я уже решила вот посмотрите какие красивые это латунь играет видите сейчас мы подальше вот так вот вот такая прелесть ну здесь есть повтор вот такие лучи лучевидные запонки у меня есть в двух вариантах но я не расстраиваюсь как говорится кому-нибудь да еще и подарю поэтому достались вещи за небольшую денежку грех не подарить не порадовать кого-либо и сейчас очень быстро то что у меня осталось помните вот эту брошь я очень горевала что здесь есть потери я все-таки нашла того продавца который я покупала и у него как просто по заказу осталась вторая брошь здесь очень много потерь поэтому я смогу во-первых доделать вот эту брошь чтобы у нее был полный комплект и я нашла свое старинное старое платье где очень много вот таких мелких кристаллов которые идеально если то что входит вот в эти дырочки поэтому я сделаю апгрейд потом покажу вам что получилось и у меня будет замечательные две броши с клемом вот здесь видите так вот он хорошо виден помимо вот этой броши насколько я помню это рекорд вот ну и пришлось мне еще в довесок взять к одной вещи которые покажу в следующем виде вот такая брошь она очень простая вот и здесь всего лишь сохранилось два натуральных камешка маленьких и вот такой центральный но мне нравится очень сочетание такого синего прям яркого синего красивого цвета с желтым это даже не металл это наверное какой-то сплав уж больно легкая она вот ее тыльная сторона но судя по замочку это брошь не из новых и продавец не решил ничего лучше как просто взять и закрасить лаком для ногтей вот эти вот штучки я думаю я вот эти страйзинки удалю вот это я сотру и что-нибудь придумаю какие-либо тоже стразы найду сюда и брошка получит вторую жизнь потому что мне она нравится кстати как вот в ромбовидной форме так и в квадратной есть в ней какая-то прелесть поэтому мне не жаль ее просто так вот бросать в таком виде который есть вот еще одна брошка тоже которая мне пришлось довзять интересная очень вот и ей тоже требуется небольшая доделка вот здесь вот вот здесь вот вы видите не хватает камушка такого вытянутого но в целом мне она почему-то очень нравится она мне напоминает как-то вот когда распишется ваше розчерк делаешь пера и вот такая вот или вообще сама перо вот напоминает такое какое-то абстрактное явление тоже старая старая брошь вот так вот она выглядит с изнанки ну вот если бы не потеря камешка то я бы думаю она была бы очень даже востребованной и красиво но эту камень в наше время камешки это не проблема поэтому поэтому мы тоже по апгрейдим вот эти вот четыре брошки ждут своей переделки вот за 7 я с вами прощаюсь очень надеюсь что вам понравилось то что вы поставите мне лайк если мне понравилось поставить дизлайк я не обижусь и если по если вам что-то понравилось пишите о брошках которые я сегодня показывала здесь действительно есть очень достойные экземпляры и буду ждать ваших откликов если кто-то что-то знает про какие-то украшения которые я сегодня показывала я буду очень вам благодарна чтобы быть полностью в курсе всего доброго всегда ваша Яна на диване